Всем привет! Это канал Медполочка и данный выпуск посвящен очень важной теме в медицине – диуретикам. Здесь мы разберем 4 класса диуретиков, механизмы их действия, оказываемый организм эффекты и основные показания для их применения. Не забывайте ставить лайк, если эта информация окажется для вас полезной, присылайте все ваши вопросы и комментарии и подписывайтесь на канал. Вы также можете поддержать наш канал, став спонсором или другим удобным для вас способом. Все ссылки найдете в описании. И именно с вашей помощью мы можем продолжать делать новые образовательные видео для студентов, врачей и пациентов. А теперь про диуретики. Они очень широко используются в различных областях медицины. К основным показаниям для назначения диуретиков относятся лечение артериальной гипертензии, уменьшение объема циркулирующей жидкости и, следовательно, нагрузки на сердце при хронической сердечной недостаточности, лечение отека легких при острой сердечной недостаточности и уменьшение отеков и застой жидкости при заболевании почек. Подавляющее большинство диуретиков действует напрямую на канальцевую систему нефрон. Напомню, что нефрон это структурно-функциональная единица почки, где происходят основные процессы мочеобразования, а именно фильтрации, реабсорбции и секреции. Благодаря этим процессам реализуются две основные функции почки. Это выведение из организма продуктов распада и поддержание ее на щелочном равновесии. В самом нефроне выделяют несколько частей. Все начинается с сосудистого клубочка, далее идет проксимальный звитой каналец, петля гены с ее нисходящими и восходящими частями, дистальный звитой каналец и, наконец, собирательная трубочка. Каждый из классов диуретиков действует на определенную часть этой системы. Так выделяют четыре класса диуретиков. Первый – это проксимальные диуретики, они действуют на проксимальную часть каналецовой системы. Следом идет класс петлевых диуретиков, который, как понятно из названия, действует на петлю генли, тиозидные, которые действуют на дистальный каналец и калийсберегающие диуретики, которые оказывают свой эффект за счет действия на собирательную трубочку. Чтобы понять механизм работы диуретиков, нужно запомнить одну простую физиологическую истину. Это то, что за натрием всегда идет вода. И это основной механизм работы диуретиков. В норме процесс мочеобразования состоит из трех этапов. Первый – это фильтрация, которая происходит в клубочке нефрона. Фильтрационный барьер не пропускает клетки крови и крупные молекулы, такие как белки. Поэтому отфильтрованная плазма практически эквивалентна плазме крови по своему ионному составу и объему. Это и есть первичная моча. Второй этап при абсорбции происходит на всем протяжении звитых канальцев и заключается в активном возврате из первичной мочи обратно в кровь, ионов и других полезных веществ. Именно на этом этапе в плазму крови возвращаются натрий, который тянет за собой воду из первичной мочи. В финале за день от 120 литров образованной первичной мочи мы выделяем лишь 2 литра высоко концентрированной вторичной мочи. И есть еще третий этап – секреция, который происходит в спирательных трубочках. И при нем почки активно выделяют в конечную мочу некоторые метаболиты, как, например, ионы водорода, что позволяет поддерживать кислотно-щелочной баланс организма. Если вы хотите подробнее узнать о том, как работают почки, что происходит при почечной недостаточности, то на нашем канале есть отличное видео на эту тему. Проходите по ссылке. Диуретический эффект того или иного диуретика напрямую зависит от его способности выводить из организма натрий. Наибольшая часть натрия при абсорбируется в проксимальном изотом канальце и на уровне петли Генри. Именно поэтому петлевые диуретики являются лидерами по своему диуретическому эффекту. А теперь подробно про каждые из классов. Первый, как мы сказали, класс – это проксимальные диуретики. К ним относятся ацетозоламид и монету. Ацетозоламид является ингибитором карбонгидраза. Вы спросите, что это вообще такое? Объясняю. На уровне проксимального канальца натрий возвращается в организм из первичной мочи в обмен на ионный водород. За счет этого достигается сразу два эффекта. С одной стороны, в организм вместе с натрием возвращается некоторое количество воды, и одновременно выделение ионов водорода с мочой позволяет снизить кислотность плазмы крови и тем самым поддерживать оптимальный для жизни pH. Фермент карбонгидраза переводят угольную кислоту в воду и СФ2 и обратно. Если ее заблокировать, что и делает ацетозоламид, то этот цикл перестает работать. Следовательно, натрий уходит с первичной мочой, а в организме задерживаются ионы водорода. Однако эффект ацетозоламида на экскрецию натрия довольно слабый, поэтому он редко используется как диуретик. К основным показаниям относятся лечение метаболического алкалоза, благодаря его способности задерживать в организме ионы водорода, и за счет чего повышается кислотность плазмы крови. И еще одним показанием этого диуретика является лечение глаукомы, то есть повышенного внутриглазного давления, которое чаще всего вызвано избыточной продукцией внутриглазной жидкости. Угнетение карбонгидраза ресничного тела приводит к снижению секреции водянистой влаги и понижению внутриглазного давления. К побочным эффектам этого диуретика относятся гипокалемия и метаболический ацетоз. Наш следующий диуретик из этой группы это манитол. Он является астматическим диуретиком. За счет увеличения астматического давления внутри сосудистого русла манитол притягивает воду из ткани в просвет сосудов, тем самым способствует быстрому уменьшению отек. Так, одним из важнейших показаний для использования манитола является отек мозга и повышение внутричерепного давления. Вторая группа диуретиков это петлевые диуретики. К ним относятся фуросимит, бометонит и перитонит. Они блокируют реабсорбцию, то есть обратное всасывание натрия в исходящей части петли ген за счет ингибирования работы ионного канала, который в норме возвращает в организм ионы калия и натрия в обмен на ионы хлора. В результате действия петлевых диуретиков натрий не реабсорбируется и выводится вместе с мочой, а за натрием из организма уходит вода. Петлевые диуретики позволяют увеличить фракцию экскретируемого с мочой натрия на 20-25% и обладают наиболее сильным диуретическим эффектом по сравнению с другими диуретиками. Их основные показания это лечение отека легких при острой сердечной недостаточности, отеков при хронической сердечной недостаточности, задержки жидкости при хронической почечной недостаточности и также в качестве комбинированной терапии для лечения артериальной гипертензии. Кстати, об артериальной гипертензии и ее лечении на нашем канале есть отдельное видео, я очень советую вам его посмотреть. Нужно помнить, что петлевые и тиозидные диуретики, помимо выведения натрия, также способствуют выведению калия. Гипокалиемия, в свою очередь, может привести к тяжелым нарушениям сердечного ритма, поэтому при назначении петлевых диуретиков нужно обязательно следить за ионограммой и в особенности за уровнем калия в крови. К другим побочным эффектам петлевых диуретиков относятся гиперурекемия, то есть повышение мочевой кислоты в плазме крови, что в редких случаях может привести к обострению подагры. И еще одно побочное действие это гипомагнозимия. Третий класс это тиозидные диуретики. Основными представителями этого класса являются гидлохлортиозид, индопамид и хлорталидон. Они блокируют ли абсорбцию натрия в дистальном излитом канальце за счет ингибирования котранспортера натрий-хлор. Их эффективность в плане экскреции натрия меньше, чем у петлевых и составляет 5-10%. Основные показания тиозидных диуретиков похожи на петлевые. Это лечение артериальной гипертензии и отечного синдрома различной теологии. Кстати, про отечный синдром и его причины лечения на нашем канале есть отдельное видео, не забудьте посмотреть. У тиозидных диуретиков имеются схожие побочные действия, что и у петлевых диуретиков. Это гипокалиемия, гиперурекемия и также гипонатриемия. И последний класс диуретиков это те, которые действуют на собирательные трубочки. К ним относятся амилорит и антагонисты альдостероновых рецепторов, спиронолатон и оплиринон. Их также называют калийсберегающей, так как они способствуют выделению натрия с мочой и одновременно возвращают в организм ионы калия. Амилорит напрямую блокирует канал для реабсорбции натрия. Спиронолатон и оплиринон относятся к антагонистам рецепторов к альдостерону. Напомню, что альдостерон это гормон, который вырабатывается над почечниками и в норме увеличивает реабсорбцию натрия в обмен на калий, то есть способствует задержке жидкости в организме. Поэтому эффект этой группы диуретиков будет противоположный эффекту альдостерона. У этой группы диуретиков эффекты еще более умеренные, чем у предыдущих. Они увеличивают экскрецию натрия лишь на 1-3%, зато позволяют возвращать в организм калий, который в больших количествах уходит при приеме петлевых и тиозийных диуретиков. Основное показание, как и для большинства диуретиков, это отечный синдром различной теологии и задержка жидкости в организме. Препараты этой группы нередко назначают в сочетании с калий-выводящими диуретиками, то есть петлевыми тиозидами, чтобы уменьшить риск возникновения гипокалимии и гипомагними. Спиронолоктон и эплеринон также широко используются у пациентов с сердечной недостаточностью, у которых они увеличивают выживаемость и прогноз. Предполагается, что это связано с их способностью препятствовать образованию фиброзной ткани в миокарде. К их побочным эффектам можно относить гиперкалимию, метаболический ацидоз, гинекомастию, и, пожалуй, все. А вот еще несколько полезных фактов про диуретики. Применение любых диуретиков может привести к дегидратации и развитию функциональной почечной недостаточности. Поэтому при назначении диуретиков очень важно следить за водным балансом пациентов. Какой объем жидкости он употребляет в день, какой объем он выделяет с мочой, как меняется его вес, есть ли внешние признаки, задержки жидкости, такие как отеки. Или наоборот, признаки дегидратации, такие как сухость кожи и слизистых, жажда, тахикардия, снижение артериального давления и аллегория. При хронической почечной недостаточности для лечения отечного синдрома используются в основном наиболее сильные диуретики, то есть петлевые. Тиозидные диуретики малоэффективны, а калийсодоригающие могут быть даже опасны из-за риска развития гиперкалинии, который существует при почечной недостаточности. В любом случае, после начала диуретиков или значительной коррекции дозы рекомендуется назначить контроль ионного состава крови с помощью ионограна и особенно внимательно следить за уровнем натрия и калия. Это был выпуск про диуретики на канале Метполочка. Изважайте ставить лайки, если вам понравилось это видео и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Присылайте все ваши вопросы и комментарии, я с радостью на них отвечу. И также напомню, что вы можете поддержать наш канал рублем, став нашим спонсором, все ссылки будут в описании к видео. Именно благодаря вам наш канал может продолжать делать интересные и полезные видео для студентов, врачей и пациентов. Всего доброго и до скорого!